Сегодня мы поговорим с вами о центрах влияния, который у нас есть, как мы можем определить, является ли это то место, где мы находимся, или где совершаем служение, или где работаем, является ли оно центром влияния. Значит, когда мы открываем Священное Писание, мы можем быть уверены, что Священное Писание является центром влияния. Я немного расскажу вам о том, каким образом церковь от 1907 дня раньше была, как центр влияния. Когда еще в советское время покупали молитвенные дома, их покупали в основном на окраине и в таком месте, куда никто не мог добраться, куда никто не мог дойти, и если бы не искали, то найти этот молитвенный дом было очень трудно. Я вспоминаю, когда мы сидели в молитвенном доме, и наш ряд был последним, предпоследним, вернее, за нами последний ряд, это был ряд для учителей, которые приходили со школы и смотрели, как мы там ведем себя, как мы сидим вот на этих предпоследних рядах и так далее. Нам не давали возможность, чтобы Библию в руках держать и псалмы силу. Поэтому любимое занятие в 8 лет мое было следующее. Я брал бумагу, вот такую, все слушал, естественно, и складывал ее в маленькие кубики. Вот, как можно меньше, вот кто меньший кубик сложит, вот тот герой, победитель. Вот такое наше было занятие на богослужении. И, как я уже сказал, что молитвенные дома были на самой окраине. Могли ли они быть центром Грия? Ну, сложно сказать, но вот в то время сохраняли веру. Это самое важное, что на то время нужно было. Кроме того, в субботу утром мы редко когда держали в руках Библию, когда учителей не было, когда учителей не было, тогда мы открывали Библию, когда учителя были, не открывали. Но вечером, в субботу, это у нас были занятия с детьми, то есть родители наши занимались с нами постоянно по Библии. Я не знаю, сколько тысяч стихов я знаю наизусть, я не исследовал этот вопрос, но мы постоянно изучали библейские тексты наизусть. Десять заповедей, это должно быть дай аминь, от первого слова до последнего, без всякой ошибки, потому что в понедельник мы приходили на встречу с директором школы, обязательно, и он говорит, почему не был в школе. И мы опускали глаза, и как родители нас учили, а ты рассказывай четвертый заповедник. И мы опускали глаза, и говорим, помните на субботне, чтобы светить его, и так дальше. Вот. Но один проповедник пришел и говорит, вы, говорит, когда с учителями разговариваете, с директорами, не смотрите в пол, а вы, говорит, смотрите прямо в глаза, и не спускайте глаз. Вот тогда мы уже были победители. Вот тогда директор начал смотреть в пол уже. Вот. Но Слово Божие, друзья мои, первое, на что я хотел бы обратить внимание, очень серьезное каждого. Нам нужно обратиться к Священному Писанию очень серьезно. Почему? В церкви адвентистов седьмого дня 48% стабильно читают Библию ежедневно. Ежедневно молятся 52% адвентистов седьмого дня. А уверены в своем спасении 93%. Друзья мои, сегодня это приводит к катастрофе, к духовной катастрофе вообще нашей Церкви. Люди, которые не молятся, какая может быть духовная жизнь? Какое может быть влияние на людей? Когда человек не читает Библию, друзья мои, все плывет. Нам кажется, что я ничего страшного сегодня не почитал, завтра почитаю, все будет нормально. Ничего подобного. Каждый день мы теряем. Теряем вот эти взаимоотношения с Богом. И что бы мы тогда ни делали, ну, возвратиться невозможно. В мае месяце был конец бизнесменов в Киеве. Вот. И приехали люди, которые, ну, имеют достаточно серьезный бизнес тоже. Не много. Было примерно так, как здесь у нас. И, значит, один подходит ко мне, брат, и он говорит, вот, говорит, было все у меня. Начал посещать церковь. Когда я посещал церковь, я чувствовал себя где-то чужим человеком. Говорит, на меня смотрели, как на большой кошелок. Я думаю, что многие из вас испытывают вот такое, ну, чувство такое, что иногда смотрят люди, вот, чем бы ты сегодня мог помочь. Вот. Особенно это в небольших общинах, в небольших городах. Вот. И он говорит, когда приходил в церковь, я чувствовал себя одиноким. Приходил в церковь, никто не подходит. Ухожу из церкви вместе с семьей, вместе с детьми. Говорит, где-то пропадало желание, чтобы изучать священное писание. Потом пропадает желание уже молиться. Теряется связь с Богом. И он говорит, я на волоске был, чтобы уйти из церкви. Вся причина не в том, что члены церкви как-то относились. Вся причина была в том, что вот был потерян контакт с Богом. Поэтому я хотел бы призвать каждого из вас. Это находить время. Чтобы не было так. Если будет время, тогда почитаю. Вот. Когда останется время, тогда почитаю. Не будет этого времени. То есть время чтения. Мы должны планировать чтение Библии и Духопророчества, а также молитвы. Интересно Духопророчество говорить, что время, которое мы назначили для молитвы, никогда нельзя сдвигать их. Вот. Никогда не сдвигайте их в сторону, туда, сюда, вот, чтобы не позвонил кто-то. Вот. Давайте займусь этим вопросом, а потом после обеда прочитаю. Не прочитаем мы после обеда ничего. Поэтому Библия и молитва должны быть на первом месте. Мы с вами вчера кратенько коснулись, что церковь должна быть центром влияния. А можно приглушить вот этот? Вчера так сделали, хорошо. О, отлично. Отлично, так лучше видно. Нет. Хорошо? Этим хорошо, этим не знаю. Лучше включить для камеры. Да, включите, да. Включите один. О, спасибо. Нет, вон, 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 вон. Действительно, церковь является центром влияния. Но это не единственный центр влияния. Я хотел бы обратить внимание на те общины, в которых вы находитесь. Друзья мои, действительно, это должно быть место, куда мы с гордостью, с радостью, но я имею в виду в положительном смысле, с гордостью сможет привести людей. Когда мы можем сказать, это наш молитвенный дом. Нам нужно делать все возможное, чтобы наши дети могли воспитываться, как вести себя в молитвенном доме, какой молитвенный дом должен быть ухоженным и так дальше. Наши молитвенные дома, они должны быть центром влияния. Вчера мы немножко проходили с вами. Вот, какие виды евангельского служения мы должны... Я немножко вам мешаю, да? Какие виды служения мы должны совершать? Так, посещение больных, нуждающихся, поиск семей для сирот. Это все может происходить в санаториях, в молитвенных домах. Это может проходить в центрах влияния. Теперь, уход за больными, проповедование истины от дома к дому. Раньше было только вот этот пункт. Проповедование истины от дома к дому. И следующий пункт был, да, это евангельские программы. Это два вида служения. Теперь я хотел бы, чтобы мы могли так суммировать. Посещение больных, помощь сиротами к дому, создание биржи труда. Вчера братья рассказывали о том, как они устраивают людей на работу. Как они взаимодействуют с ними. Оказание медицинской помощи больным. Изучение Библии. Распространение литературы. Обучение в принципе здоровья. Адвитическая школа для детей. Вчера тоже братья. Медицинская помощь в приюте для бездомных. Магазин здорового питания. Это очень важный момент. Я позже расскажу вам опыты. Агент здоровья, столовые, прием врачей, санаторий, спутник за городом. То есть, с людьми, с которыми мы познакомились. Вот моя соседка, допустим. Она в свое время была в Советском Союзе начальником мостостроительной организации. То есть, вы понимаете уровень. Ее свекровь была свидетелем ей бога. Свидетелем с рожевой башни. И она ни за что не хочет слушать о Боге ничем. Вот ее посетил артрит. После артрита ее посетил я. Я предложил ей, чтобы она поехала в наш Адвитийский санаторий. Ни с чем она не соглашалась. Даже когда ехали в машине иногда. Я не начинал что-то проповедовать, о чем-то говорить. И она мне всегда говорила, Дмитрий Викторович, на этом мы заканчиваем. Хорошо, прошу. И когда я ей дал визитку, она с удовольствием взяла. Понимаете? То есть, вот эти все наши контакты, друзья мои, мы не должны ограничиваться на чем-то. То есть, продаем, допустим, продукцию какую-либо. Необходимо тоже молиться о том, Господи, что я могу сделать для этого человека. Может быть, какие-то визитки. Может быть, в санатории наши. Или направить куда-либо. Это же очень, очень важно и хорошо. Вот интересный такой момент был, когда один человек, значит, открыл, при нашем молитвенном доме, он открыл массажный кабинет. И он сам, значит, позвоночник ставит на месте. На место, как это называется? Вертебровка. Вертебровка, да. Конечно, могу. И тот пришел к нему, тот ему поправил все, массаж сделал, поставил на место позвоночник. Все отлично. Говорит, слушай, у меня там еще есть, говорит, один человек. Говорит, ты можешь ему помочь? Тот говорит, давай, хорошо, пригоди. Тот ему помог. Он звонит этому самому главврачу больницы и говорит, слушай, ты мне сказал, что уже все, мне конец, моему позвоночнику уже, ну, и так дальше. Ты будешь инвалидом, и так дальше. Говорит, слушай, говорит, мне сделали отлично. А главврач говорит, слушай, у меня проблемы с этим ночью. Он приходит в молитвенный дом, значит, кто делает ему массаж, вставляет на место ему позвоночник, и тот ожил. Что они делают? Вот этот начальник ДПС, потом его друг, и так дальше, то есть, тоже высокого положения, но я не знаю, какой. Они собрались, ему говорят, ну, что-то нужно сделать этой целью. Он говорит, что вам нужно? Этот наш брат такой простой. Говорит, да ничего нам не нужно, слава богу, что вам полегчало, и так дальше. Они собрались вместе и говорят, ну, нет, ну, нужно что-то сделать. И они 200 метров асфальта, вот, к молитвенному дому. А этот самый главврач говорит, что вам, хорошо, что я могу сделать? У меня асфальта нету, говорит, должников нету тоже. И он говорит, мне привезли туи, и он 200 туи дал к молитвенному дому. И вот по этой дорожке, то есть, сделай красоту там и все. Друзья мои, мы должны взаимодействовать. Не может работать самостоятельно только санаторий. Не может самостоятельно работать только магазин здорового питания. Не может самостоятельно работать наше предприятие. Рассказываю вам еще одну историю, которую я лично одного человека веду в церковь. Когда он приходил ко мне, это хороший, хороший человек, имеет медицинское образование и так дальше. И вот он постоянно, он как-то предосторожно. Вы знаете, как бывает, так сказать, в кавычках, к сектантам относится, да? Вот. И он так предосторожно. А все, на чем угодно, говорим только ни о церкви, ни о Боге. А потом как-то ему, значит, 19 января, на этот самый, на воротах поставили такой крест. Он испугался, говорим, что это за крест? Я говорю, да, это средневековый еще. Я говорю, это потом объяснил ему, что это на праздники иногда бывает ставят вот эти кресты, чтобы из-за и духи много чего выяснили. Вы знаете, как-то он сближился, пригласил его попили чай, потом повез его в наш университет. То есть для каждого человека, для каждого уровня, нужен свой уровень, куда мы можем привезти. Повез его в наш медицинский центр, поехали туда. Там он уже нашел контакты, потому что он сам видит. Вот, вот, потом какая-то такая пауза была, ничего не могли сделать, никак. Вот, кто-то ему что-то нашептал, что, не знаю, до сих пор не знаю. Но самый интересный момент, что когда однажды нужно было выступить на телевидении, на нашем адвентистском телевидении, я его приглашаю, говорю, нам, так врач нужен, так врач нужен, мы никого не можем найти, давайте на телевидении. Когда он пришел на телевидение и увидел всю студию, взаимоотношения коллектива вот этого, который был там, когда там нет ни рука, ни повышенного голоса, ничего. И он потом пришел, говорит, я, говорит, ах, ну просто какая там атмосфера. И его жена говорит, какая там аура. Думаю, пусть аура, ничего страшного и так дальше. То есть вот это все влияние, которое мы оказываем. Друзья мои, я скажу вам так, был я когда-то в одном месте, и один бизнесмен мне так сказал. Вот сюда я стыжусь привезти тех людей, с которыми я работаю. Вот поэтому я и говорю, что наши молитвенные дома, друзья мои, это все в наших руках, не в пастерских руках. Не думайте об этом. Это все в ваших руках, чтобы сделать что-то красиво, комфортно. И для каждого человека нужен свой уровень, куда мы этого человека привезем. Кого-то иногда на массаж нужно привезти, кому-то позвоночник поремонтировать. Значит, самое главное, друзья мои, на что я хочу обратить внимание, это спасение людей. Где вы мне работали, чем вы мне занимались, это спасение людей. Каждый день мы должны молиться, Господи, что бы вы лишнее делали. Не нужно быть навязчивым, я всегда против навязчивости. Я против того, чтобы мы сразу с первого взгляда начинали человеку уже облокировать. Может быть, когда-то это и нужно, понимаете? Или сразу говорить о чем-то. Наша жизнь, наши манеры поведения, наша внешность, все это свидетельствует за Бога или против. Значит, Ревен-Геран, благодаря отдельным людям, которые серьезно ищут благословение Божие, возрождаются общины. Это важный момент. Когда мы ищем вот этого, благодаря отдельным людям, которые серьезно ищут благословение Божие. Таким образом, сегодня мы исследовали с вами. Это молитва, Библия, Дух пророчества и наше личное влияние. Ничто не может больше повлиять на людей, чем мы как личность. Еще один из видов центра влияния, центр влияния вне церковного здания. То есть церковь, молитвенный дом, он может быть центром влияния. Значит, кратенько расскажу вам, что сделал Бондаренко в медцентре. Значит, когда он туда только приехал, и, как вы знаете, всегда не хватает там ни финансов, чтобы закончить ничего. И вот одна наша сестра, которая является медиком, и она даже не медик, а она реабилитолог. Она работает с детьми, которые болеют эпилекцией. Потом разные отклонения такие. Она говорит, дайте мне половину третьего этапа. Медицинский центр очень большой. Я думаю, что там около 3000 квадратных метров. Вы можете представить себе, как потянуть сначала, чтобы оно заработало. И она дает часть вот этого здания, она делает кабинет, приглашает людей, и мы удивились, когда только, чтобы с ней встретиться в течение дня, это 20-30 человек. Люди богатые, это люди состоятельные, у которых с детьми проблемы. Они переживают, плачут, они приходят, а здесь церковь, а вот и седьмого дня. Понимаете? И отношения. Вот с первого шага, когда они только переступают этот центр влияния, сразу они чувствуют такую, как мы говорили сегодня, ауру, да, вот, что они сразу начинают спрашивать, кто это, что это, что вы за люди, что у вас совершенно другое отношение к вашим посетителям. Вот. Вне церковного знания. Эдемский сад, который многим знаком. Кто из вас в Эдемском саду работает? Я имею в виду магазина. Два человека, да? Хорошо, спасибо. Я думаю, по России это будет гораздо больше в будущем, потому что будет организация, я верю в это. Я всегда положительно относился к магазинам здорового питания, адвентистским магазинам. Я был в Праге, в магазине здорового питания. Оттуда началась моя вера в магазин здорового питания. Вот, что это важно и это нужно. Хотя магазины здорового питания нуждаются где-то в реформе, в реорганизации, это однозначно. Нам нужно как-то выработать. А это все приходит с опытом. Даже если мы делаем ошибки, лучше сделать и сделать ошибку, чем ничего не делать. А, поэтому я приветствую тех, которые занимаются магазинами здорового питания. Вот я захожу в один магазин здорового питания, в наш мирский сад, вот, и наблюдаю такую картину, когда люди приходят, вот этот продавец какой-то растерянный. Вот одна женщина говорит, вы знаете, я пришла через этот магазин здорового питания в церковь от 207 дня. Я приняла, говорит, крещение. Она начала посещать его, три месяца посещала всего, всего лишь, после этого приняла крещение. Ну, самое обидное было, это когда она начала двух адвентистов берить там, в магазине. Понимаете, вот это наша сестра, которая только приняла крещение, начала берить, потому что попался некачественный товар, а ей не хотели заменить этот некачественный товар. Ну, вот такие ошибки есть, поэтому я думаю, что придет время, и это все встанет на свои места. То есть, все нужно расставлять, друзья мои, это или центр влияния, или не центр влияния. Значит, прочитаем, увидишь, плохопрочисто. Мы должны больше трудиться, чем трудились до сих пор, чтобы охватить жителей наших городов. Сегодня я смотрел, что будет семинар по большим городам. В городах не следует возводить огромные здания. Снова и снова мне было сказано, что мы должны сооружать во всех городах небольшие учреждения. Друзья мои, я сегодня говорил, это и на встрече, на годичном совещании в дивизионе, что у нас должны быть небольшие центры влияния. Пусть им будет больше разных районов, но небольших. Вот, допустим, взять Красноярск. Это большой город, миллионник. Значит, когда я приехал туда, меня заинтересовал этот город. Красивый, более-менее красивый такой городок, хоть и она промышленная. На правом берегу четыре церкви адвентистов седьмого дня. Там проживает 300 тысяч человек. На левом берегу Красноярска 700 тысяч человек. Ни одной церкви. Понимаете, да? А вот что говорит дух пророчества? Насаждайте вот эти небольшие центры влияния. Это говорится не только о магазинах здорового питания. Это могут быть детские сады, это могут быть центры дошкольного воспитания. То есть, вот эти все центры написано, что мы должны делать. Это будет центром нашего влияния. Это будет приносить очень хороший успех. Небольшие учреждения должны быть. Центр влияния можно учинить во многих местах. Путем открытия магазинов для продажи здоровых продуктов питания. Етические...